Обращение Путина к Федеральному собранию было внеочередным. С посланием по вопросу принятия Крыма в состав России президент обратился к членам Федерального собрания, правительства страны, главам субъектов России, в числе которых был и губернатор Александр Ткачев, руководителям Республики Крым и представителям общественности. Напомню, по итогам референдума, который прошел в Крыму 16 марта, почти 97% его жителей проголосовали за вхождение Республики в состав России. Кроме того, по результатам соцопроса, который прошел в нашей стране, 95% респондентов также проголосовали за. Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию затронул историю Крыма, прокомментировал отношения с Западом, назвав политику в отношении нашей страны политикой сдерживания и поделился своим взглядом на современную политическую ситуацию на Украине. Соглашение о присоединении Крыма и Севастополя к России в качестве субъектов федерального значения было подписано сразу по окончании послания. Свои подписи под историческим для обеих сторон документом поставил Владимир Путин и руководители Крыма и Севастополя – Владимир Константинов, Сергей Аксенов и Алексей Чалый. Собравшиеся решения президента встретили бурными аплодисментами.